Сейчас. Скажи привет. Привет. Да, у нас творческий беспорядок на столе. У нас у папы день рождения на днях. Ха, мы ему готовим подарок, да. Купили носки и теперь вышиваем на них. Как мы сильно его любим. Ну а что же, ну а что же покупать мужчинам? Конечно же носки. Они-то нам бриллианты, а мы-то им носки. Фух, сорок минут и подарок готов. А вы попробуйте на носках вышить что-то. Думаете легко так? А у меня есть лайфхак. Сейчас покажу как. Чтобы было легко на носке что-то шить, вышивать, надо одеть на него бутылку. Я это помню еще с детства. Так делала моя бабушка. Мы готовимся к судному дню, Йом-Кипуру. Осваиваем велосипед. Трехколесный, конечно. Ну, если на двухколесном у нас не получается, то хотя бы на трехколесном будем ездить. Кстати, это был Тлатофен. Тлатофен это такой велосипед. Тут была палка. И я им управляла. Когда Лера была маленькая, она на нем ездила, я управляла им. Сзади шла и везла ее. А теперь мы разобрали этот велосипедик и получился трехколесный велосипед. Да. Да? Ну, как на нем ехать? Быстро только не получается, да? Потому что надо педали крутить быстрее, а Лера ленится. Только ее тут побили. Да, кстати, Мазда, да. Лера увидела машинку Мазду. Побили ее. Да, не трогай, солнышко. Ну, ее тут починят. Конечно. Покрасят. Покрасят? Покрасят. А где починят? Вот тут. А куда надо отвезти машинку? В горы, чтобы топливартыки починили. Ремонтники починили? Правильно. Все верно. Поехали дальше. Когда я буду на пенсии, я куплю себе вот такую маленькую машинку, электромобиль, и буду на нем ездить в магазин. Такой вот электромобиль маленький. Пользуется спросом у пожилых людей, у инвалидов. Вот видите, заряжается сейчас как раз. Вот тут дом рядом. Они себе провели сюда проводку. И прямо на парковке его заряжают. Интересно, насколько заряда хватает. Давайте посмотрим, как внутри выглядит. Самая обыкновенная машинка. С ремнями безопасности. С педальками. Ну, на старости лет такой мне хватит. Мое любимое дерево цветет. Обожаю это дерево. Такие цветы нежные, красивые. Когда особенно на пол еще падают, идешь. И цветы у твоих ног. Спасибо. Хватит. Хватит, кувырок ты. Я в шоке. Сейчас такая ситуация интересная произошла. Иду к парковке с Лерой. Едем в джимбаре. Ну, в детскую игровую. Напротив идет женщина. Сзади нее девочка. Женщина выгуливает собак. И что-то мне говорит. Что-то ялда, ялда. Но издалека я просто не слышу. Ялда, это девочка. Подхожу к ней ближе. Она говорит, а ты не знаешь эту девочку? А девочке, ну, там, ну, 4 годика максимум. Даже там не 4, может, 3, не знаю, 3,5. Говорю, а что такое? Она говорит, ну, вот, она потерялась. Ходит тут и не знает, где мама, где папа. Я в шоке. Вот, ну, у нас, видите, достаточно много здесь домов. Достаточно большой город. И достаточно большой квартал, где мы живем. И вот так просто идет ребенок, который где-то вышел из дома. Или, не знаю, гулял, может, на какой-то из соседних площадок. Ушел оттуда. А мама, папа, не знаю, кто с ним гулял, даже не заметили его отсутствие. И сейчас ребенок ходит, прибился к чужой какой-то тете. И они в поисках мамы. Ну, это так дико. Я просто не понимаю вот этих мам, пап, не знаю, братиков, сестричек, которые, ну, настолько невнимательны. Недавно у нас был случай, где в Раанане, это было в новостях написано, ребенок вышел во двор и утонул в бассейне во дворе двухлетний. То есть это... Я понимаю, что для этого достаточно 2 минуты. И от этого никто не застрахован. Но как-то надо быть более каким-то бдительным. Сейчас вот, я не знаю, они отвели на нашу, вот эту девочку, на нашу площадку. А там сидит только 3 пары с детьми. И, ну, я постояла, специально посмотрела. И эта девочка, она ничья не ихняя. То есть они пошли дальше искать маму. Они спрашивают ребенка, эту девочку, а где, где ты живешь? Рассказывай, ну, как бы, с какой улицы, хоть пальцем тыкни. Она как-то, ну, такая потерянная, она не знает, она не может объяснить. И я не знаю вот в таком случае даже вот, что они сейчас будут с ней делать, сколько они с ней будут возиться. И когда обнаружат пропажу девочки мама, в каком шоке она будет пребывать. Это просто без комментариев, это просто, это просто сейчас праздник у нас. В принципе, ни транспорт не ходит, такие спокойные улицы. Ну, маленький ребенок, мало ли машина откуда выйдет. Я только что мусор выбрасывала. Лерке говорю, стой там на тротуаре, а мусор выброшу. И постоянно оглядываюсь, чтобы она хоть никуда не выходила там, не знаю, на дорогу. А тут сам ребенок беспризорный, 3 года гуляет по улицам. Ну, вот такой вот немножко шок. Я даже не туда повернула из-за этой растерянности. Да, Лерушки? Там от пяти лет трамполины даже взрослые могут попрыгать. Тут место, где взрослые могут посидеть, попить кофейку. А это угол для самых маленьких. Вот за эту площадку 35 шекелей, но без ограничения времени. А там, где больше трамполин, ну, то есть этих батутов, там 50 шекелей вход. Тоже на целый день. В Хадере. В Шар Хадера. На четвертом шоссе. Вот работают праздники. Ой, какие они классные. Лерочка, а еще можно там на стенку лезть в конце. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok